и я начинаю проект воплощения точнее проекта тюковалки в реальность до этого я сделал проектик такой схематичный проект набросок но самое главное что там можно будет уже ориентироваться по нему в плане размеров деталей самое главное для чего я его и делал и теперь с помощью данном проекте я буду делать уже настоящую реальную тюковалку для этого подобрал такую бочку 200 литровая стандартная бочка не такая как советские бочки были тяжелые легче гораздо но достаточно все равно прочная но есть еще больше бочки еще тоньше есть это такая средненькая бочечка сейчас моя задача самая такая сложная как я считаю именно в бочке это укрепить ободок наверху и потом вырезать калиточку с петлями здесь сделать петли этот дверцу сделать калиточки но укрепить ободок наверху внизу укрепить ободок пол бочки вот так раз обварю на прутками арматуры здесь приготовил эти прутки наверху так половинку вот так обварю внизу обварю половинку бочки и потом вырежу дверь я ее тоже укреплю внутри эту дверку чтобы она как попала так не работала то есть более менее жесткость придам для дверцы и ну и потом уже буду все остальное делать потом буду по ходу показывать сейчас самое главное это я усиливаю усиливаю потом вырезаю петли наваривают очень ну сразу обрежу где петля будет например линию прочерчу потом обрежу где верхняя петля будет приварю петлю потом обрежу средняя нижняя в общем по приварю сразу же потом дорежу все остальное ну и в общем все ну или разрежу сразу же где шпингалет будет засов там два засова там разрежу сделаю шпингалет уже чтоб стояли потом все остальное дорежу чтобы дверца она была уже на своем месте же все крепления уже чтобы были смонтированы на дверку когда ее полностью вырежу чтобы потом не маяться и не приваривать это на весу как-то там то есть по порядку все один на весь надо приварить разрезал приложил приварил дальше разрезал приложил приварил дальше разрезал при приложил приварил все потом также разрезал где верхний засовчик будет приварил засовчик нижний приварил нижний засовчик с креплением потом уже все остальное дорезал вот и бочечка получается ну и потом можно будет укрепить полоски приварить для жесткости вот этой дверцы просто хочу показать хотя бы такой чекпоинт процесса как я вообще вот я на арматуру не гнул никак я просто прихватил и потихоньку загибаю прихвачу приквачу загну даже прихвачу загнуть и вот так иду небольшими прихватками такими примерно 6-7 сантиметров между прихватками можно на 5 до 7 сантиметров вот так прихватки идут бочка тонкая и прожигается поэтому аккуратно надо варить варю на вот таких вот настройках принципе варится не трудно нормально единство что надо смотреть аккуратненько за бочки чтобы не прожить так нормально вот и первый прихватил . сделал первое и пошел так прихватать пошел 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 по всей окружности доведу примерно вот до сюда если ну лишнее там я обрежу посмотрю сколько будет оставаться лишнего я обрежу потом прижму и прихвачу последнее здесь то есть и длина много остается там но чуть-чуть останется поэтому я доведу где-то здесь прихватку сделаю последнее обрежу лишнее и потом это зажму стопцины или чем-нибудь и прихвачу последнюю прихвачку сделаю конечно ну вот я довел до конца последняя меточка сейчас я здесь так обрежу ее придавлю чем-нибудь струбцин или чего-нибудь и заварю и хочу показать что здесь все уже приварено полностью как нужно он до последней метки там я обрезал лишнее потом при прижал ключом приварил ну за техническим ключом прижал приварю все теперь отлично вот такое вот укрепление если конечно будет необходимо можно будет еще проверять про при проварить лучше чаще но я так думаю что этого будет вполне вполне достаточно теперь то же самое сделаю снизу ободок я усилю все нижняя часть половина бочки нижняя половина бочки верхняя укреплены теперь что я сделаю это про черчу полосы вот такие от этой пометочки до следующей там ну в общем половина вот и укреплен укрепил половину ровно теперь от половины я здесь 10 сантиметров с той стороны 10 сантиметров метки делаю и провожу линию от низу до верху от верху до низу с этой стороны и с той стороны также 10 сантиметров от половины метка 10 сантиметров от половины метка провожу линию на этих линиях будет разрез то есть с С одной стороны два шпингалета, с другой стороны три петли я привариваю. То есть я как сделаю? Прочертил линии, потом отметил, где будут петли стоять. Ну, например, первая петля разрезаю полоску и сразу привариваю петлю. Потом на следующие петли, разрезая полоску, привариваю петлю. На следующие петли, разрезая полоску, привариваю петлю. Потом все остальное дорежу на этой стороне. потом на той стороне также шпингалет и разрезаем шпингалет приварил разрезая шпингалет приварил потом все основное разрезаю а потом но и вверх на разрезаю не освобождаю калитку то есть она это будет уже готовая дверца вот что ж я сейчас еще сделал одно укрепление для двери ну вверху внизу смысла по одному сделал это для двери еще сделал вот и как я говорил полоски прочертил с этой стороны с той стороны и и отметил где будут петельки и разрезал это место там тоже отметил разрезал теперь я накладываю петельку на живу левую накладываю на живу левую вам направлено петельку положить что я уж вот по переварил чтобы сторона которая держит если раз петли разборные то сторона которая держит чтобы была на корпусе это снималась чтобы с дверью вместе вот все наложил приварил сейчас петли приварю остальное дорежу полностью все на той стороне тоже сделаю шпингалетик сразу же приварю там под него место разрежу приварю шпингалет дорежу или там два пешком где-то не знаю пока и все и потом там и здесь вырежу все получаться что дверь будет готова ну ты сделал дверку разрезал и освободил дверка работает единственно что можно конечно привернуть на нее ручку чтобы было удобно не привернуть приварить приварю ручку не будет удобно потом я зачищу болгарочки от эти все края чтобы не было таких заусенцев потому что это опасно можно пораниться вот так дверка работает хорошо можно снять я думаю можно снять дверочку если нужно будет хотя нет жена на не снимешь на потому что да уже я тут завалил до конца уже дверку не снимешь но в любом случае хорошо что не снимешь если что так в общем она должна ручка на приварите все им будет удобно сюда сейчас куда-нибудь приварю ручку и еще доварю вот эти выселения чтобы они конкретно держались ну и эти заусенцы все болгарочка я сниму легонечко чтобы снизить травмоопасность ность опасность пока так сниму а потом придумаем уж какой-то профилек сюда надену чтобы было безопаснее мне нравится как работает дырочка теперь стас такой ручка ручка снять заусенцы заусенцы доварить все и приварить каркас нижнюю и позвоночник приварить и потом уже буду мастерить все остальное чекпоинт по работе над чековалкой вот так сейчас выглядит на данный момент чековалочка ручка самодельная сделал швенгилетик держит все плоскость тут крюк для задержки рычага пока завязываются эти ночи ки пока завязываешь шпагатом потом рычаг отпускаешь дверь к можно открыть и достать в теки эти крючки для веревочек чтобы решить здесь будет позвоночник потому что еще ну что усилил дверь с обеих сторон провалила такие вот линии единственное что я не учел тоже что нужно усилить не только дверь но и вот эту боковину и здесь то же самое все еще три же таких же два прутка они по 81 сантиметр получились и также наварю с этих сторон прутки благо сейчас дверь открывается удобно будет их приваривать уже сразу потому что здесь я в бочку залазил чтобы их прихватить изначально чтобы форма у двери сохранилась лучшим способом вот а потом уже конечно когда разрезал дверь открыл них проварил более тщательно но сейчас легче будет и дверку открою и проварю эти боковушки ну все дверцы усилена боковушки эти тоже усилены это арматура где-то примерно шестерка толстую не делал сварной шов такой что очень очень прочная получается поэтому я так считаю что хватит и шестерки все дверцы работает теперь классно все работает ништяк приступаем к монтажу позвоночника надо бочкой здесь бочка над бочкой 25 сантиметров ну и все остальное вниз общая длина у нее 60 25 наверху будет сейчас моя задача подготовить крышечки сюда наверх крышечку и вниз крышечку ну хотя бы сюда крышечку потом отрезочек сделать для прижимного устройства тоже из сороковки 40 на 40 труба отрезочек будет 40 сантиметров сейчас я померю из трубки 40 сантиметров остаток я порежу на квадратики для крышечек суда и на саму стоечку крышечки будут ну не знаю вниз наверное суда я не буду крышку варить только сверху сварю ну а здесь получается тоже только сверху будет а да снизу тоже будет для крепости я тоже сделаю снизу кошка с 2 3 3 крышки всего будет 40 сантиметров и 3 крышки отрежу один какой-то лишний остаточек я уберу приварил заглушки эти крышечки так вот одна выглядит крышечкой и здесь тоже крышечку одна и вторая сейчас я зачищу эти крышки зачищу и буду проговаривать вот такие вот ушки две штучки здесь два ушка с дыркой другу пока не знаю либо заранее сделал либо уже по месту сделал это я пока не знаю скорее всего заранее сделаю дырку на сверлю на сверлю дырок нарежу пластинок а потом их буду отсюда приваривать вот эти ушки сюда 2 сюда 2 приварю вот так пока дырочки в ушках будут вот под такие болтики я не помню точно либо двенашка либо 14 диаметр болтов в общем дырки будут под эти болты вот я принес всяких вам обрезки и труб и сейчас из них я буду вырезать 6 сантиметровые полоски 6 на 4 полоски и сверлить в них дырки на одном и том же месте рычаг у меня будет не 20 на 40 не 40 на 20 50 на 25 на 20 трубки мне не оказалось поэтому взял немного побольше немного надежнее будет ненамного но чуть-чуть посмотрим если будет неудобно сделал рычаг из 40 на 20 трубка толстоватая не знаю как будет удобно неудобно и пользоваться и вот нарезал пушки с дырками 6 штучек как а ну вообще надо до 6 штучек и потом насчет дырки нужно будет сделать на рычаге но об этом уже после но теперь что все ушки готовы остатки вот эти я убираю обратно в хлам и будем приваривать сейчас ушки сюда настойку на это потом ушки переваривать сюда сейчас будем и потом еще на рычаг нужно будет приварить но это тоже после еще один чекпоинт на этот раз вот и проварил петельки более-менее внутри проварены снаружи проварены я уже цеплял здесь проверял нормально стоит вот эту я штучку переварил немножко левее померил уже на болт посадил рычаг и посмотрел как уж всего будет то есть вот так лучше всего ну я для себя вывел и теперь что мне нужно в первую очередь это сварить вот к этому держателю сюда сварить такую площадочку которая будет непосредственно сено давить она мне будет шестиугольная прошу мне круга никакого нет и гибоченькая для того чтобы сделать круг у меня нет поэтому я ну как максимум больше кругов можно восьмиугольную было бы сделать там четырехугольная маловато мне кажется 6 самый оптимальный вариант я так думаю замерил же по проекту там на двести пятьдесят семь миллиметров получается он то есть по двадцать пять с половиной грубо говоря сантиметров нужно отрезочки подготовить 6 штучек подготовил 6 отрезочков и сделал на них срезы под углом чтобы можно было их сразу же соединить ну шестиконечный элемент сейчас буду выстраивать раскладывать на этой заготовочки на крышке от бочки ну вот я выстроил их примерно 6 конечный элемент который будет опускаться сюда я потом еще здесь все свяжу арматуркой чтобы это была единая конструкция и приварю к ну к стоечке держателя все теперь я прихватываю все на мелкие-мелкие точки с обеих сторон и проверяю как она будет действовать в бочке а потом если все хорошо я проварю и наварю арматуру сделаю единый элемент ну все я проварил с двух сторон этот элемент теперь моя задача будет это нарезать арматуру моя задача сейчас будет это нарезать арматуру соединяющие внутренние вот эти углы ну одну нарежу а потом вот этих город и ши нарежу одну целую одну приварил самую длину и сейчас к ней четыре отрезки тоже приварю примерно к центру ну там примерно ну все штучку дрючку я сделал зажим травы так будет опускаться туда достаточно свободно на себя ощущает мной данного пространства вполне хватит чтобы зажимать сено теперь моя задача его установить для упора чтобы бочка не перевернулась когда зажимая сено сделал каркас внизу вот из таких профтрубы из такой труба 20 на 20 обычная и будет три распорочки то есть по краям в середине ну что стал края когда я полностью сварю я и приварю к дну бочки ну точнее бочку поставлю на каркас и приварю в бочки сделал упорчики для того чтобы без мануального без мануальной корректировки чтобы вот этот пресс заходил бочку и также чтобы он не переворачивался чтобы не было большого давления на эти ушки сделать такой же упор здесь с этой стороны с этой стороны для пресса и с этой стороны для самого рычага тиковалка сейчас доделана но не прошло еще испытание станешь и предстоят сделал дверь все-таки съемную у двери немного прорезал эту часть в открытой положении дверь в открытом положении отрезал уголочку двери верхней чтобы вот на эту длину может ниже даже пресс чтобы можно было ее снять дверь и убрать эти штучки у петелек я прихватил так чтобы они не выпадывали с нижней части то же самое касается в нижней петли прихвачено почищено так более-менее чтобы сильно не царапаться об дверь вот про что я говорил уголочек маленький срезан для того чтобы можно было дверь вытащить дверь получилась съемная что очень удобно прямо очень удобно потому что эту штуку можно теперь использовать в качестве тележки что-то нагрузить перевести те же самые чеки конструкция получилась легкая и катается очень тоже легко что касается оси оси с колесами то конструкция простая обычная арматура укосины две штуки приваренных бочки по 2 с каждой стороны и 1 по середке ну просто так в принципе ее можно было не делать но я сначала при середку прихватил этот 8 середкой чтобы не держать там ничего колеса чтобы они стояли уже привязанных бочки и уже потом боковые эти укосины приваривал то есть уже было прихвачено к бочке также прихватил вот эти внутренние гайки у колес самой оси шайба гайка пустос колесо стоит свободно проверил чтобы колесо вращалась хорошо сильно не стал зажимать тоже шайба две гайки ну собственно длина оси такая же как у бочки ширина точнее но длина оси такая как ширина бочки примерно колеса получается не выпирают из бочки то и это даст возможность прокатывать эту бочку в принципе в любую калитку ширина получилось не более 60 там двух сантиметров из-за вот этого замочка если этот шпингалетик как-то переделать по-другому чтобы он не упирал например просто опускать то принципе ширина 60 сантиметров бочки ровно получается ну вот это чуть-чуть за бочку выходит здесь тоже чуть-чуть ну пускай 65 сантиметров возьмем ничего страшного в принципе даже 80 70 сантиметровую калитку это бочка легко при катится не стал я делать колеса шире потому что уж но шире с одной стороны да хорошо стоит более надежно не покидаться но с другой стороны теперь можно прокатываться в любую калитку где-то эту часть можно использовать именно как ручку чтобы катать эту бочку в качестве тележки колеса я заказал на озоне стоит в районе тысячи рублей может быть сейчас на данный момент будет дороже стоить на момент просмотра сказать все конструкция готова размер от этой подставочки метр на 40 сантиметров то есть вот эти отрезочки внутренние мне 36 сантиметров отрезки вот эти палки метровые внутри штуки вот так ставится на бочечка там на упорчик упор для рычага можно когда рычаг снимается вот легко вставить так можно будет немножко под наклоном получается ну ничего тюкесе сеном сюда все равно можно загрузить они не выпадут и потом взять и покатить можно даже потом доделать сюда вместе с рычагом приделать колесо например сюда чтобы там на трех колесах ее можно было катить в горизонтальном положении в общем вариаций много пока так оставлю поработаю потом видно будет вот такая штучка держит бочку это упор чтобы когда рычагом я буду давить сено например чтобы бочки стояла более устойчиво чтобы сюда упор сгладить этим подножкой вот этой но все бочки функционально осталось только проверить элементы все разборные легко рукой руками разбираются собираются все в общем даже это не не так тяжело на вес у конструкции получился не такой уж тяжелый в принципе нормально но все увидим как бочка работает именно в испытаниях ну что ж тюковалочка на поле боя там были стошки маленький сено я уже убрал здесь тюшки еще остались немножко с этого расстояния получилось три тюка небольших удобно пользоваться тюковалочкой вытаскивать единственное только что приходится вытягивать ее потому что чуть меньше половины бочки двери можно было бы конечно сделать и половину бочки но в принципе и так нормально тут два тюка стоят и там еще в ограде один тюк вот с этого расстояния 3 тюка получилось ну в общем я не знаю сколько суток не знаю 6 не меньше 6 может меньше 3 тюка ну и тут еще будет сейчас то есть в общем тюковалочку вот так открываешь эту штучку и первое что нужно это зарядить веревочки веревочки длиной от одного конца руки до другого конца другой руки и плюс еще от конца руки до плеча вот такое расстояние у меня не застегивается на один крючочек и в эту дырочку это застегивается этот крючочки в ту дырочку готовые тючки не старого так на леса закидываю но входит 4 тюка мне здесь мы можно 5 там засунуть вот где подъем здесь и потом буду заберусь на чердак и оттуда уже буду забирать тючки для удобства если был кто-то еще бы на приеме был было бы удобно я бы стоял например на леса он принимал сразу же уносил